Хей-хей-хей! Всем привет от Кэт! Сегодня у нас интересная тематика. Кто интересуется, как учат детишек, рождённых за границей, русскому языку? Сегодня я поделюсь с вами своей историей, своим личным опытом из моей семейной жизни. Кто следит за моими видео, тот знает, что у меня есть двое мальчиков, двое сынишек, и они были рождены здесь, в Америке. Но они у меня достаточно хорошо разговаривают на русском языке, с акцентом. Здесь практически у каждого ребёнка, который родился в Америке, есть акцент. От этого никуда, к сожалению, не деться. Но это лучше, чем не знать языка. Ну, скажу вам, кто интересуется. Моему старшему сыну уже 15 лет, а младшему 9 лет. Чем раньше вы начнёте, тем быстрее закончите. Это такая политика партии, когда люди заводят детей в таком очень взрослом возрасте. Это одна история. Я вышла рано замуж и достаточно рано родила первого, потом второго ребёнка. Все дети у меня были запрограммированы. Планировалось это всё. Никаких случайностей у нас не было. И я специально сделала такой промежуток между первым ребёнком и вторым. Вот у них разница в 6 лет. Многие очень здесь говорили, вау, почему такая большая разница. Для меня это совершенно небольшая разница. Я не воспринимаю, не понимаю и не принимаю для себя такой семейной ситуации, когда ты рожаешь одного ребёнка и через год ты рожаешь второго ребёнка. Для меня это лично тяжело. Многие очень говорят, это очень хорошо. Бац-бац, как говорится, где один, там и второй, сразу до кучи. Нет, для меня это не так. Я родила осознанно первого. Потом у меня был большой перерыв, как говорится, между первым и вторым. Но я специально ждала, потому что я хотела, чтобы первый ребёнок уже был подрощенный, самостоятельный. И он, могу вам сказать, даже очень мне хорошо помогал, когда родился у него маленький братишка. Так что это вот мои такие семейные планы, которые я делала и внедрила в жизнь. И когда у меня первый родился и второй, я сразу с рождения начала с ними разговаривать на русском языке. Здесь, в Америке, когда ребёнок рождается, его не нужно учить английскому. Это всё с воздухом, как говорится, ребёнок впитывает. Ну, а русский язык ребёнок впитывает с молоком матери, я считаю. И с её любовью, с её заботой. И, конечно, с тем временем, которым приходится потратить на это дело. Я исключительно разговаривала со своими детьми только на русском языке. Когда папа, американец, уходил на работу, английский у нас в доме прекращался. У меня всегда, вплоть до сегодняшнего дня, даже сейчас на бэкграунте, всегда работают русские каналы. У нас 5 русских каналов, которые работают 24-7, 24 часа в сутки. Есть от общеобразовательных, исторических каналов, потом канал, где показываются различные фильмы, и потом музыка и детский канал. Детский канал, там показываются различные мультики, развивающие программы и детские фильмы. И с малолетства мои мальчишки сидели перед телевизором и смотрели русские мультики, слушали русские сказки, смотрели русские фильмы. И мне кажется, вот благодаря этому они тоже подчерпывали русский язык. Когда-то они что-то слышали, они не понимали, они спрашивали меня, я им объясняла. И вы знаете, это настолько получилось естественно, я не прилагала к этому никакого усилия. Я даже вот смотрю назад и приятно удивляюсь. Вы знаете, я просто с ними разговаривала на русском языке. Потом, конечно, когда они достигли того возраста, когда они еще не умели говорить, но уже понимали и только начинали говорить, они начали, конечно, говорить на английском языке. Но я, например, что-то буду им говорить на русском языке, спрашиваю их, они все понимают и отвечают мне на английском. Потом к нам приехала бабушка из России. И вот здесь случилось чудо, когда мои дети оказались в такой обстановке, когда хотя бы два человека разговаривают на русском языке, и они между ними, они увидели conversation, разговорный язык в компании. И они вот так вот схватили, и они моментом начали говорить на русском языке. Поэтому сейчас, когда к нам приезжает бабушка, дети моментально переключаются очень легко с английского на русский и начинают разговаривать. Ну и еще та история, что со мной не пошутишь. Я была, кто уже знает, пять лет в русской армии, и у меня это все очень строго. Если даже когда-то проявляли какое-то такое, знаете, такое поведение, что они не хотели говорить по-русски, или что-то учить, или запоминать, например, на русском языке. Я им говорила надо. Родина сказала надо, партия ответила есть. Так вот у меня и в семье. Я им сказала, если вы не будете учить русский язык, не будете знать, как говорить на русском языке, вы со мной не сможете общаться, потому что я категорически отказываюсь общаться с вами на английском языке. Ну и еще плюс та же история, что наша бабушка не говорит на английском языке. Она знает что-то, что-то, отдельные слова, предложения, но она не может поддерживать разговорный английский свободный. И поэтому моим мальчикам нужен русский язык, если они хотят общаться со своей бабушкой. А бабушку они свою очень любят, поэтому русский язык у нас всегда присутствовал в семье. Я им читала очень много русских книжек. У меня до сих пор сохранены сказки Пушкина, различные детские рассказы на русском языке. Поэтому я это все прививала своим детям. И вот вся моя история. Я знаю очень много семей. Например, у меня есть подруга, она с Филиппин, а муж у нее американец. У нее трое детей, они все родились в Америке, и она их не учила своему языку. Потом, позже, дети у нее выросли, она мне говорила, что она, она жалела, жалеет, что она не выучила детей своему языку, поэтому ее дети не могут сейчас общаться с ее родственниками, которые остались на Филиппинах. О, вэл, как говорится. А потом у меня были такие семейные пары, тоже смешанные. Чаще всего это, например, жена с Украины или с России, он американец. Были такие американцы, которые не хотели, чтобы мать учила детей своему языку. Для меня это вообще нонсенс. Я этого не понимаю, не воспринимаю. Что это такое, как это такое. Если мужчина выбрал женщину с другой стороны, я считаю, он должен уважать ее историю, ее культуру, ее язык. И если это было его решение, создать семью с женщиной с другой страны, он должен понимать, что их дети смешанные. Это не будет чисто американец. Да, они рождены в Америке, конечно, но все равно в этих детях 50 на 50 крови. Как в нашем случае 50% американская, 50% русская. И мне кажется, это глубокое неуважение, если муж американец запрещает детям своим учить язык своей матери. В моем случае такого никогда не было. Мой муж всегда поощрял и был рад. Даже он пытался как-то вместе с детьми учить русский язык, но ему это очень тяжело дается. Ну, потихонечку, как говорится, полигонечку, он тоже там набирается словарного запаса. Но, конечно, его знание русского языка нельзя сравнить со знанием языка моих детей. Они достаточно хорошо его знают. Опять-таки, я повторюсь, если скажу, акцент присутствует, от этого никуда не убежать. У меня была когда-то такая идея отправить детей в Россию, чтобы они там пожили, может быть, даже походили немножечко в школу, чтобы они, как говорится, впитали этот русский дух и вместе с этим русский язык. Но это, конечно, невозможно. Сейчас это просто исключено. Мы об этом даже и не помышляем. Но, тем не менее, тем не менее, вы знаете, до сих пор, даже когда я смотрю свои русские каналы, русские фильмы, дети подсаживаются ко мне и с большим интересом смотрят русские передачи, русские фильмы. Они любят русскую музыку. Вы знаете, даже они знают песню «Катюша», знают детские все песенки из мультфильмов моего поколения. «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку», потом «Про кузнечика». Ну, все вот такие, знаете, наши классические песни из старых мультфильмов. Вот моя история, в принципе. Вы знаете, никаких усилий. Главное, разговаривайте, разговаривайте с детишками. И они, пока они маленькие, они как губочки. Они все впитают в себя. Так что на этом я с вами буду прощаться. Всех люблю, целую. Пока-пока. Это была Кэт. Субтитры создавал DimaTorzok